здравствуйте здравствуйте вы на канале лес дача жизнь и я продолжаю рассказывать и сегодня это четвертая группа крови книга 4 группы крови 4 пути к здоровью питер дадамо кэтрин уитни и я считаю сколько я там проверяла спрашивала людей что на себе проверяла что это очень хорошая книга если кому-то интересно ну и вот здесь регулирование веса так вы наследовали от б-предков негативную инсулиновую реакцию на обыкновенную овощную фасоль или фасоли мы кукурузу гречку семена кунжута заторможенная секреция инсулина вашей поджелудочной железы является причиной гипогликемии и ведет снижению эффективность обмена веществ и вот что продукты способствующие наращиванию веса красное мясо так держу чтобы если что можете остановить и перечитать обыкновенная фасоль лимбская фасоль семена кукуруза гречка пшеница все это остановить кадр и можете прочитать так продукты способствующие сбрасыванию лишнего веса это тофу морские продукты молочные продукты зеленые овощи бурн бурая водоросль ананасы так мясо домашняя птица вот какие людям с третьей группой крови держитесь подальше от цыплят от курятины потому что для курятина и для четвертой группы крови очень вредный ядовитый продукт как правило то что нам вредно люди это любят и едят с удовольствием и не верят что от этого надо отказаться так что так особые полезные баранина крыльчатина мясо индейки мясо и ненг консентральные продукты и избегать бегон говядина говяжий фарш гусятина курятина мясных пород мясо буйвола куропатки перепелка цыпленок окорк оленина свинина телятина утятина так морские продукты ну вот остановиться если что пересмотрите то что вам избегать надо это вот ну то что у нас бывает иногда в продаже вот креветки нельзя лосось копченый моллюскиные омары осьминоги речной рак сельдь соленая или маринованная съедобная лягушка даже черепаха так молочные продукты так отслеживайте возможные признаки нарушения функций дыхательных путей синуситов и спаление придаточной пазуха носа ушных инфекций какие-либо отклонения от нормы должны послужить сигналом к сокращению или даже отказу от молочных продуктов и что особо полезные продукты домашний сыр йогурт кефир козье молоко прессованные ну это как вот третья группа крови сметана сыр козьего молока и что нельзя голубой какой-то сыр масло сливочное мороженое какие-то сыры цельное молоко щербет ну с четвертой группе также повезло как и третьей группы все-таки с молочными продуктами вы можете но только если вот то что я зачитала имейте ввиду так масло и жиры оливковое масло для вас как лекарство а как яд кукурузное кунжутное подсолнечное сафроновое хлопковое орехи и семена особо полезные арахис видите арахисовая паста грецкие орехи так избегать мак семена кунжута подсолнечек тахин тыквенные семечки фундук платы бобовых растений так так посмотрите если что почитайте если вам будет интереса я не хочу затягивать так пшеницу я также не рекомендую желающим сбросить лишний вес люди с группой крови об которых наблюдаются отчетливые слизопроизводства из-за астмы или частых инфекционных заболеваний тоже должны ограничить количество поедаемой пшеницы либо она симулирует выделение слизи так особо полезная овсяная крупа рис и пшеница с пельтом я не знаю даже где ее покупать возможно где-то за границей она продается и избегать гречиху кукурузные хлопья кукурузная мука хасидская каша хлеб из доба вот ну пшеный хлеб особо полезные ржаные чипсы рисовые лепешки хлеб из бурого риса так хлеб из ржавита соевая мука хрустящие хлебцы чисто ржаной хлеб избегать сдобные изделия из кукурузы ну вот тоже вам более-менее повезло только там если вдруг что-то так надо следить а так вам можно иногда пшеницу так зерна и макароны ну ну здесь как видите избегать макароны из топинамбура хасидской каши японская лапша из гречневой муки свежие овощи являются важным источником фитохимикаторов натуральных природных несинтезированных веществ оказывающих донизирующий эффект на способность человеческого организма против его стоять и раковым сердечным заболеванием именно эти недугами люди с крови группы А, Б и А страдают чаще из-за более слабой иммунной системы чем обладатели ноль и Б группы крови поэтому вам необходимо несколько раз в день употреблять овощи в пищу выбор весьма широк почти все виды овощей которые хороши для людей а и Б типа являются приемлемы и для вас надо сказать отдельно про помидоры источник пангемоглютинатов действующих на кровь любой группы крови ваша кровь биологически сложный можно сказать уникальный материал и эти лектины не обладают избирательностью и похоже вы способны избегать их негативного влияния мне довелось обследовать пациент с кровью группы А, Б употребляющий томаты в большом количестве результаты и некоторые тесты мочи не вызывают никакого беспокойства поэтому четвертая группа крови может тоже томаты постоянным компонентом диеты для людей из группы крови А, Б должно стать тофу в сочетании с небольшими порциями мяса и молочными продуктами тофу также обладает противораковыми свойствами как и Б люди вам противопоказаны свежая кукуруза и пищевые изделия на ее основе и вот особо полезные баклажаны батат браункель капуста листовая капуста спаржевая это как лечение листовые овощи свекла листья молодые листья горчицы огурцы петрушка пастернак свекла сольдереи темпах туфу цветная капуста чеснок ямс ну и что избегать авокадо артишок грибы шиитаки желтый перец зеленый перец земляная груша топинамбур красный острый жгучий стручковый перец кукуруза лимская фасоль маслины черные морское ушко гриб перец побеги побеги редьки редька фрукты избегайте апельсина если даже вы их успели в прошлом очень полюбить они раздражают желудок и мешают освоению важных минералов я не хотела бы чтобы вы запутались и поясню или помню тем кто знает необходимо контролировать кислотно-щелочное равновесие так особо полезные продукты ананасы виноград вишня грейпфрукт земля зеленый виноград инжир инжир киви клюка красный крышовник лимоны сливы черный виноград и что вам нельзя апельсины бананы гранаты кокосовые орехи манго ревень и хурма ну и сок там если кому интересно там он исходит там из тех овощей и фруктов пряности если кому-то интересно можете посмотреть что можно что нейтральная и что избегать какие нельзя приправы также древяные чаи трудно переоценить положительный эффект оказываемый на иммунной системе зеленым чаем отдуванчик корень лопуха и листья земляники помогут вам усваивать железо и предупредят анемию одна две чашки стандартного или декофенизированного кофе в день повышат кислотность вашего желудочного сока кофе содержит те же ферменты что и соя ради наибольшей пользы чередуйте его с зеленым чаем ну могу сказать однозначно книга очень хорошая я она у меня очень давно и выпущена еще 2002 году и я спрашивала у людей интересовалась и все таки я считаю что это хорошая информация и кому интересно можете посмотреть и на своем организме проверить так что здоровья всем захотите всего всем хорошего до свидания спасибо 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 вы Продолжение следует...